приветствую вас дорогие друзья пусть бог каждого из вас благословит и милость его она обновляется в этом дне те кто сегодня стоит в утренней горнице пусть бог каждого из вас укрепляет и пусть его благодать она сегодня использует каждого из вас в этой молитве те кто присоединяется просто услышав послушав слово послушать какое-то откровение пусть бог также вас вразумляет в этом дне через понимание знаете очень такое горячее место писания для меня это когда даниил пророчествовал и говорил это то что люди которые будут знать своего бога они усилятся и будут действовать и знаете я верю что мы сегодня этот народ и естественное желание каждого искреннего верующего христианин это стремится к тому чтобы познать своего бога это желание в каждом дне господь я хочу тебя знать и это желание она не только открывается сегодня для нас предыдущее поколение тоже жили от тем желанием чтобы познать бога апостол павел он от оставляет нам этот массаж своих позлать посланиях когда он приходит к тому что все тщетно какие-то позиции еще какое-то кроме одного кроме превосходства познания нашего господа я сам замечаю когда бог открывается лично для меня это то что мое сердце оно наполняется какой-то уверенностью потому что всякий раз когда бог открывается он открывает какую-то свою грань для меня в каких-то обстоятельствах через которые мне приходится проходить и хороший такой пример это израильский народ который и шел через пустыню в обитованную землю это ветхозаветная история и сегодня мы с вами коснемся тоже одного момента когда израильский народ приходил в какой-то в какую-то тупиковую такую ситуацию их не реакция всегда почистую всегда было неоднозначно они начинали роптать и начинали возмущаться перед богом хотя мы видим что бог уже в тот момент имел для них какое-то решение имел какой-то выход почистую даже какой-то неординарный но всякий раз бог открывал им свою сущность бог открывался для них бог показывал им и те откровения которые бог дарвал им они сегодня нас возогревают они сегодня тоже нас радует это то что господь знамя наши господь целитель наш господь обеспечитель нас наш господь господь воинству и это то что ободряет ну я верю что и сегодня бог желает для нас открываться в тех старых откровениях но приносить нам свежесть которая нас будет вдохновлять и будет нас выводить как давид вышел против голиафа с именем господа совов а казалось что это такое это всего лишь навсего он имел откровение о том что бог есть воинство и бог будет воевать и бороться за него так точно также сегодня и мы в этом нуждаем чтобы в какие-то определенные ситуации когда тело находится в немощи или еще в какой-то ситуации чтобы мы видели что бог он за нас что бог сегодня воюет за на что бог сегодня есть тоже наш целитель и сегодня может немножко такой сложной темы я коснусь я не буду до конца раскрывать и глубоко и не буду раскрывать но я просто хочу подтолкнуть через этой истории в какой-то момент моей жизни эта история эта молитва моисея она тоже каким-то вещам начала меня подталкивать и мое большое желание чтобы сегодня и мой месседж он подтолкнул многих к тому чтобы в сердце приходил приходила желание и в душу приходила четкая такая знаете позиция я хочу тебя познать господь я хочу чтобы ты открывался для меня и так исход 33 глава моисей имеет общение с богом и можно прочитать всю эту главу она очень содержательно он она на мой взгляд очень тоже полезно это общение это диалог который происходит у бога с моисеем и моисей просит моисей сказал 18 стих 33 главы исхода покажи мне славу твою покажи мне славу твою знаете слава это очень содержательное такое слово она связана с весом она с весом весомостью созна со значением я думаю что наверное можно дать определение этому слову но она не насколько будет иметь в себе это понимание до конца потому что есть вещи которые на мой взгляд по-человечески можно где-то расширить это понимаем она все равно будет ограничено и поэтому даже когда я говорю на эту тему внутри своего сердца я искренне говорю я чувствую ограниченность даже того понимания которые имеют но я думаю то что я имею этого достаточно бог вернее моисей желает чтобы бог показал его свое величие та миссия которая была у моисея то что он должен сделать и он сделал у него были шаги послушания следования за богом но в какой-то момент он приходит он понимает что еще далекий путь еще многие вещи которые должны произойти в его жизни и он имеет его и он желает иметь уверенность в своем боге поэтому он говорит покажи мне свою славу и бог при определенном условии он ему дает это я тебе покажу я покажу тебе славу и он прошел моисей был в каком-то поместил находился в каком-то месте и моисей увидел край прохождения божьей славы но что самая интересная реакция после того когда он увидел эту славу это описано в последующей главе 34 6 7 стихе когда он увидел что бог прошел он начал выражать внутреннее состояние своего сердца он говорит ты бог милосердный ты бог прощающий и как-то казалось он должен другой что-то увидеть но он именно это увидел бог ему именно это показал что я бог прощающий я верю что это хорошее такое подспорье для моисея почему потому что бог знал через что ему прошло должно было пройти чем ему необходимо было столкнуться в своей жизни в своем служении и вот как раз это фундаментальное понимание которое было необходимо для него которое будет давать ему дерзновение идти к богу стоять перед богом следовать путями божьи это понимание того что бог видит твое несовершенство но то что он желает проявить он желает проявить свое милосердие дорогой брат или сестра пусть для вас это тоже будет ободрением что бог он всегда за вас не тот кто наблюдает о давай 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 а если ты где-то в каком-то моменте стратил или где-то начал отставать все ты плохой все я не хочу больше за тебя переживать я не хочу за тебя болеть нет бог не такой бог всегда он за меня он всегда желает проявить свою милость он желает явить свое милосердие в моей жизни и мое большое желание чтобы те кто сегодня меня слышат чтобы это было точно также ваша позиция всякий раз когда вы становитесь на молитву когда вы поднимаете свой взор к небесам его престол глаза глаз своего сердца чтобы вы видели милость бога что он любит вас что эта любовь она не изменяется несмотря даже на тот путь сложный который предстоит каждому из нас связано с нашей жизнью с нашим служением или с нашей работы есть моменты когда в чем-то возможно мы будем страчивать или даже будем проигрывать мы всегда должны помнить что бог он за нас и он всегда желает нас миловать что он всегда заинтересован в нашей победе что он всегда желает нас довести до победного конца я знаю люди которые теряют это своего видения когда которые перестают видеть милость бога это то что сердце всегда начинает наполняться роботом сердце начинает наполняться сомнениями по сердце начинает наполняться неверим и как результат эти люди ожесточают и не сами не в состоянии являть милость бога почему то что кроме слов осуждения робота ничего не исходит с ихнего сердца поэтому бог целитель и бог исцеляет сегодня каждого из нас через откровение самого себя почему потому что это откровение она оставляет на нашей жизни отпечаток и как раз этот народ он будет усиливаться и он будет действовать это то о чем еще пророчествовал даниил те люди которые будут являть милость который не закроется фарисеев фарисейской скорлупе который к о это не достоин этот не тот который всегда будут открыты для того чтобы бог из их использовал поэтому и сегодня я вижу людей которые пережили понимание милости божий пережили соприкосновение со слава со славой божией они имеют эту способность являть милость являть это милосердие являть эту любовь бога для тех людей кто в этом нуждается и мы в этом нуждаемся поэтому пусть бог вас благословит может сегодня немножко сложно сложно и о сложных вещах я говорю но я верю что мы возрастаем мы приходим к этому пониманию для того чтобы восстановиться теми кем бог желает нас видеть сегодня как своих детей не ограничиваясь какой-то деноминации или какой-то церковью а понимает то что мы дети божьи и бог желает чтобы мы возрастали через то когда мы в состоянии рассматривать его славу чтобы наша жизнь преображалась от славы славу поэтому благословляю во имя иисуса аминь